Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Библиотеки. Это по каким-то причинам может происходить. Это должно происходить и перестраиваться. Ну и наконец в научной карьере этих компетенций может быть совершенно точно работа с финмоделью и проектной деятельностью. Поэтому здесь мы будем, наверное, больше говорить о компетенциях библиографа в работе информационного сопровождения, о чем нам в деятельности к БНТБ СОРА ссылаются наши коллеги. То есть вот этот пакет информационно-аналитический в сопровождении научного коллектива. Почему это точно возникает? Сейчас я буду пытаться это разъяснить на таких картинках в ожидании библиографа 5D. И его реальности. Откуда вообще возник этот термин 5D? Может быть кто-то в аудитории знает и я с удовольствием вас бы выслышала. С удовольствием пишите, коллеги, чатик у нас работает. Смотрите, библиограф 5D это возникающая новая профессия. Она будет иметь абсолютно точно успех у следующего поколения в работе специалистов. И это обосновано атласом новых профессий версии 3.0. Это продукт Сколково, где мы четко видим подразделение библиографа на несколько позиций. Я дальше буду говорить уже в рамках курсов повышения квалификации, какие продукты будут в ближайшие годы обрисованы как востребованные продукты. А это тактика работы и, в общем-то, выстраивание стратегических позиций до 1935 года. По основаниям Павла Лукши мы можем увидеть, что эта траектория, и те, кто принимали участие в форсайте библиотечных специалистов у Ларисы Сулеймана в Иркутске, мы помним по обратной связи, что у нас сегодня есть очень четкий, наверное, пул задач, с которым стоит разбираться и работать. Поэтому библиограф 5D – это как раз в атласе новых профессий появляющаяся новая конфигурация профессиональных компетенций, и ранее слайдом я говорила и ссылалась на них, где мы четко будем видеть, какие ожидания должны будут реализованы и как выглядит эта реальность. Так вот, в реальности будет абсолютно точно востребованы умения и навыки работать с информационными ресурсами, это понятный пласт работы, более того, это, конечно же, поисковые комбинации работы в базах данных международных, то есть отсюда, конечно, наращивание языка и устранение языковых барьеров, преимущественно на английском языке. Это, конечно же, информационный поиск, в данном случае мы будем, наверное, больше базироваться на конструкцию терминологии предварительного информационного и патентного поиска, то есть это вся деятельность Исаак Григорьевича Моргенштерна прямо здесь на лицо, да, цитируем, учебные издания. И, конечно же, это умение работать в условиях защиты прав интеллектуальной собственности. И вот здесь, наверное, я вспомню Галину Феофановну Гордукалову, Петербург, где мы четко помним ее в 90-е годы предпосылки работ с малым и средним бизнесом через информационно-аналитические проектные офисы, где эти задачи сегодня можно реализовать абсолютно точно. Поэтому, как бы мы не успевали или не торопились, да, это уже заложено в справочнике. Такие компетенции абсолютно точно будут востребованы. Моя задача на вебинаре не агитировать ни в коем случае, да, там и не контролировать, но, тем не менее, мы говорим о приоритетах развития. Соответственно, если эти приоритеты развития можно сейчас учесть и в этих рельсах двигаться дальше до 35-го года, есть еще как минимум планирование на 3-5 лет вперед на стратегии заложить работы, то, наверное, абсолютно новое поколение, которое будет сегодня выбирать такой функционал, они абсолютно точно выберут такие возможности, потому что это налицо работа с информацией через машинные данные, то есть мы говорим об объемах больших данных, как Big Data, да, и в то же время мы говорим о метаданных, то есть метаданные – это библиография и библиографическая информация, стык, соответственно, информатики и библиографоведения. Так вот, собственно говоря, это охотно идущий поток специалистов в лице абитуриентов, которые сегодня могут дорастить эти компетенции и абсолютно точно пополнить наши ряды. Поэтому от библиографа 5D мы, наверное, подробнее будем говорить о его родовом функционале в следующем периода, следующего периода уже на курсах повышения квалификации, но совершенно точно, что в реальности это будут специалисты, связанные на междисциплинарном подходе А и Б, очень тонко чувствующие умение работать в проектной деятельности, на консолидации общих информационных ресурсов и консолидации вообще ресурсной составляющей. Если мы сегодня скажем про возможности, связанные с картой компетенции, да, то здесь, наверное, прошу прощения, целая матрица выходит уровней, где мы можем видеть, что есть абсолютно точные на сегодняшний день интеграционные связи, это первое, а второе, есть очень четкая обособленность, но если мы это сумеем совместить с видами деятельности в УЗИ, то это очень неплохой потенциал в работе у библиотечного сообщества, действующего, я сейчас буду говорить о действующих специалистах, и в то же время это возможность сегодня в условиях работы в проекте умение договариваться. Недаром, наверное, мы последние лет пять очень сильно ссылаемся и видим, как утрачивается функция умения слышать и умения выслушать, и вот этот вопрос недопонимания, он все время будет только увеличиваться, об этом ссылается Дмитрий Песков, опять же, я ссылаюсь на Сколковскую школу, где мы понимаем, что это идет от той конструкции, когда умение договориться будет оцениваться очень высоко, это опять же про гибкие навыки. Что я здесь имею в виду? Приведу такие примеры, наверное, мы все наблюдаем, а мы это здесь в данном случае территория работы библиотечных сотрудников, как идут интеграционные связи внутри научных коллективов и заказчиков, стейкхолдеров. К сожалению, мы видим, что вот это неумение барьер договориться на одном терминологическом языке о результатах научной деятельности, с одной стороны об этом говорят коллективы научные, а с другой стороны ожидания инвесторов и ожидания стейкхолдеров, то есть обычных предприятий, которым нужны эти в данном случае конструкции, разработки, очень конкретные, отработанные, опытные модели. И вот в этой части очень, наверное, неплохо будет как раз встраиваться вот этот тот самый библиограф 5.0. Почему? В одной конструкции мы это видим, что именно библиограф может на уровне аналитики, визуализации и анализа, то есть вот этого предварительного информационного поиска, предсказать, да, на уровне документального потока массива данных, какая тематика, а, актуальна, нова, в чем ее востребованность, в чем ее практический уровень использования, да, б, целевое читательское назначение, то есть это о том, о чем мы, как базовые специалисты, мы прекрасно оцениваем, попадаем мы в точку или нет. И В – это финмодель, то есть это тогда, когда уже складывается бюджет. И в этой структуре мы понимаем, что вот эти условия, условия договориться на уровне первой задачи, о которой я говорила, да, актуальность, новизна, это как раз работа с документальным потоком. И здесь возникает совершенно точно умение работать с массивом данных, изучая, да, предположить его динамику развития, все вспоминают лекции по библиографоведению, да, мы сразу понимаем о том, что эта конструкция будет ложиться на географическую структуру, структуру, языковую структуру, да, и вот тот потенциал, который накоплен информационными центрами, и не он, венити, да, он сегодня будет крайне востребован, поскольку мы, а, утратили таких уже специалистов, б, высокая степень старения кадров нам позволяет говорить о том, что мы не воспроизвели новое поколение, и третий параметр, мы просто еще будем в ожидании, когда такие специалисты появятся, то есть они еще, возможно, только обучаются сейчас в школе, и мы их должны, конечно, брать, как волонтеров в работе тех ресурсных центров, где мы сегодня начинаем с вами такой вид деятельности проявлять. Поэтому в этой карте компетенции вы, наверное, видите достаточно большой спектр терминов, который лежит в плоскости, а, маркетинга, экономики, маркетинга, экономики, через запятую, да, здесь, возможно, даже это продвижение личного бренда в условиях пиар-деятельности, но, тем не менее, здесь все-таки речь идет о базовых компетенциях именно библиографа 5D. Что, прежде всего, здесь имеется в виду? Конечно, это умение работать в команде, отсюда это его компетенция проектного менеджера. Конечно же, это умение консолидировать усилия в работе над проектом и работа с контрагентами и благополучателями, да, поэтому сюда мы говорим о том, что в этой карте очень большое значение будет иметь проектный менеджмент. Отличаемся, чем мы, да, от подразделений, нич там или так далее. Сейчас масса вообще в вузах, подразделений, связанных с научной деятельностью, рассредоточены, раз, во-первых, дублирующие функции, во-вторых, разрознены, распалены, да, если можно так сказать. И вот это очень жуткое дробление приводит не только там к консолидации усилий, а вообще к какому-то сбою. Отсюда вот эта пересборка технологического процесса, это как раз вот умение, построено на умении договариваться, интегрироваться, да, может быть, даже сейчас без должностных определенных каких-то инструкций и функционала именно договариваться. Как в свое время, еще раз подчеркну, библиотеки смогли с вузами договориться о том, что информационная часть деятельности в работе над публикационной активностью отходила в данном случае за библиотекой. Так вот, вот этот спектр деятельности в лице интеграции библиотеки и научных подразделений все больше будет усиливаться, но с четким функционалом, который вы пропишете через бизнес-процессы, да. Предположим, обладая подписками на базы данных, а у многих сейчас подписки, ну, с одной стороны, наверное, вылетели, потому что за счет моратория на Web of Science и Scopus, да, но с другой стороны, не отменены никакие другие ресурсы, которых, например, будет моя коллега Наталья Речкина говорить, да, на курсах, и они могут сегодня стать очень серьезной базой для продвижения этих ресурсов. Учить-то некому, да, вот этими базами работать. Соответственно, ни один ничего вам это не выучит. Соответственно, здесь как раз плоскость работы нас с вами, библиографов. Третья задача – это написание грантов. Вот лучше, чем обзоры, чем аналитические обзоры, да, наши библиотекари, библиографы никто писать не умеет. Мы этому учились профессионально. Соответственно, конечно же, вот этот навык подготовки, обоснования грантовой заявки – это тоже в плоскости библиотечного параметра может сохраняться. И, конечно, этим будут наделены, этими компетенциями будут наделены библиографы 5D. Соответственно, это изучение, мониторинг социологических, данные социологических опросов, проведение социологического опроса, да, обоснование через цифры – это все как раз умение работать с информацией в плоскости библиографа 5D. Да, наверное, сегодня мы говорим о том, что английский язык сегодня не так распространен, но мы не говорим о современном, опять, библиографе, да, мы говорим о будущей профессии. Поэтому, конечно, он лежит в плоскости компетенции первой группы, поэтому его усиливать, естественно, знания будут. Но сегодня мы не так, наверное, болезненно к этому относимся, как еще, наверное, лет 10 назад, потому что сейчас вот эти конструкции языковых переводчиков, они настолько преуспели, что, работая в той же базе Scopus или Web of Science, мы не испытываем такой трудности, да, с переводом с одного или другого языка. Поэтому здесь, наверное, слово английский язык мы очень легко будем заменять просто иностранный язык, то есть вот это умение работать с языками. Более того, если мы сейчас все-таки уходим в плоскость интеграции и вот этих условий импортозамещения, да, то вполне вероятно, что вот эта интеграционная функция работы с языками, она тоже крайне обострится. Управление персоналом. Да, это группа компетенций, опять же, закрепленная за библиографом 5D, поскольку это прежде всего работа через научные коммуникации в команде. Я не буду подробно, наверное, о каждой здесь говорить, вы это видите на карте, но, тем не менее, мы понимаем, что вот эта карта, она построена по смарт-модели, да, то есть это должно быть. То есть смарт-модель можете себе зафиксировать, да, что как базовая конструкция будущего профессионального поля, потому что это все должно быть достижимо, прозрачно и очень понятно, когда, чем это можно измерить, да, в чем это можно измерить. Поэтому вот на такую, наверное, карту можно ориентироваться смело и предполагать, что такой формат будет востребован. Теперь я позволю себе перейти к структуре, наверное, тех запросов, с которыми сталкиваются запросы от общества и как можно их, ну, в данном случае, реализовывать. Ну, предположим, смотрите, почему такой вектор библиотечной работы, как культурно-досуговая часть, да, легла в плоскость, ну, вот, так, приоритетных задач. Наверное, это объективно можно реализовывать на уровне тех центров, которые стали сегодня многофункциональными центрами, да, то есть мы же и культурно-досуговая, мы же и в данном случае информационно-аналитическая, да, и публичная, да, и когда у нас штат один человек. Я не говорю о том, что это сегодня плохо, хорошо, это реальность. Но, тем не менее, вы, если даже единолично принимаете решение, и вы один человек, да, или от вас во многом зависит приоритет направления, приоритеты направлений функционирования, то, конечно, наверное, проще, наверное, не побоюсь этого слова, закрыть формат, связанный, конечно же, с культурно-досуговой. Она легче, она проще, она измерима в человеках, в людях, да, и в данном случае те проценты статистических данных, их легче высчитать. Ну, и, конечно же, зачем браться, наверное, за более трудный подъемный ресурс, ресурс, как раз о том, что это умение работать с информацией, учить еще, как работать с ней, вообще ее добывать в данном случае. Мы можем всегда сослаться, что нет кадров на это, перед деятельностью. И вот тогда мы будем говорить о конкурентных преимуществах. И тогда конкурентным будет преимуществом как раз тех специалистов, кто умеет делать лучше вторую часть, чем первую. Поэтому здесь не в обиду будет сказано моим коллегам, кто переключился очень активно на досуговую деятельность. Наверное, это все верно, и можно это всегда обосновать, но, тем не менее, это всегда будет в плоскости вашего принятия управленческого решения. Если мы все-таки будем говорить, какие запросы сегодня реально существуют, и двигаться не от того, что библиотека может это предложить, может это предложить, а может и это предложить. Мы должны предлагать то, что востребовано. Так вот, сегодня в плоскости востребованных ресурсов, и об этом свидетельствуют и исследовательские данные, это как раз работа с информационными потоками. И в качестве примера деятельности с IP-юристами они четко испытывают голод в части судебных дел, потому что именно сегодня в условиях импортозамещения очень высокий спектр судебной практики появляется в центральной части России, как раз связан с нарушением объектов интеллектуальной собственности. И если мы по пальцам можем только пересчитать, где вообще сохранились патентоведы, где вообще сохранилась деятельность со стандартами ГОСТами, с НИПами, конечно, это все очень плачевно. И вот мы видим, что вот этот утраченный компонент периода 90-х сегодня сказывается на том, что центром, реестром данных, да, так и остается ФИПС, территориальные центры научно-технической информации вообще, где они существуют, что с ними происходит, все разрознено, конечно, таких специалистов нет. И, конечно, вот почему возникает вопрос, вот это умение работать с информацией в плоскости доведения ее до продукта. И в этой части мы понимаем, что эта работа, а, с коллективами научными, б, со стейкхолдерами, в, умение работать с грантами, и вот этот экспертный уровень, он будет востребован в плоскости библиографа 5D. Поэтому вот этот последний тезис, который связан с публикациями у авторов в части, как правильно реализовать предпубликационный цикл, да, значит, это плоскость для размышлений в сторону библиотек и профессионального сообщества. Как сформировать анкетирование стейкхолдеров? Это запрос в сторону библиотек. Как оформить базу данных будущих, потенциальных клиентов под мое научное исследование? И это все в сторону библиотек. Поэтому это сейчас крайне востребовано, и вот это умение стать площадкой, интеграционной площадкой по сопровождению, по сопровождению даже переговорного процесса, ну, совершенно может быть точно по плоскости действующих библиотечных сотрудников, ну и, конечно, я все-таки больше ссылаюсь на будущее. Поэтому, какая бы оптимизация ни происходила, функционала, да, будут оставаться и реальность, и ожидания, мы предполагаем, что в рамках курса повышения квалификации, конечно же, мы постараемся в тех модулях 72 часов разложить и попробовать сегодня пересобрать, да, библиотечное пространство именно в такой конструкции, исходя не от посыла, что умеем мы и что можем мы, а что востребовано. И вот именно от такой конструкции, от такой логики, да, то есть когда мы пляшем от печки, да, мы понимаем, что это может принести гораздо больше пользы, и, конечно же, приток и в данном случае, и привлечение молодых специалистов может быть ярче, и в том числе, если это будет построено еще и на волонтерской деятельности. Ну, здесь немножко себе позволю такой отступ, да, Астана, наверное, это еще было лет 10 назад, мы приехали в Азербайевский университет в Казахстане, Астана, и совсем небольшая библиотека проводит нам экскурсию, порядка там 31 человека, и мы не могли не задать вопрос, а что у вас там такое происходит, почему у вас где-то вообще все люди, вроде 31, а ни одного тут не видно, и все какие-то люди не за библиотечным пространством, привычным для нас, как обслуживание. А на что нам директор библиотеки отвечает? Так они все сосредоточены на своих участках, и происходит их функционирование за счет, ну, вот не такой, может быть, открытой вот на поверхности такой вот коммуникации. И когда эти люди вышли, мы были крайне удивлены, то есть это абсолютно какие-то дети, да, то есть мы подумали, что это вообще кто, то есть мы не заподозрили даже, что это наши коллеги. На что нам было сказано, да, это действующий библиотекарь, это действующий библиограф, это вот библиограф такой-то квалификации. И мы задали вопрос, кто они? И это все оказались дети сотрудников, преподавателей, которые по контракту прибыли с родителями, в данном случае те читают лекции, ну, то есть проходят стажировку, двойную стажировку, а их дети уже, будучи студентами, также проходят стажировку, но у них вот уже в данном случае очень такой высокий мотивационный признак попасть в библиотеку, потому что это очень большой спектр услуг, ну, начиная там от льготного ксерокопирования, доступа к платным базам данных, вообще к телу преподавательского состава, потому что они очень часто посещают библиотеку и так далее. Я здесь о чем? Я хотела здесь подчеркнуть как раз то, что вот этот волонтерский компонент, который сегодня очень сильно развивается вообще как волонтерское движение, его можно использовать, и только нужно, ну, наверное, чуть-чуть покреативить, подумать, где мы можем этих людей набрать, прийти, привлечь, и подумать, как лучше развернуть эту деятельность. Поэтому вот это управление современным знанием, оно будет очень кардинально меняться. И в рамках курса мы, конечно, будем в большей степени погружаться в кейсовость, мы будем больше говорить о практике реализации этих проектов, как лучше это развернуть конкретно в вашей сейчас настоящей библиотеке, и как ее пересобрать и переформатировать, чтобы вас взяли в то самое будущее, как нарастить в блоке втором вот эти надпрофессиональные компетенции, как в себе вырастить руководителя проекта, а не просто руководителя. К сожалению, сегодня еще тоже есть большая степень заблуждения в этом. То есть я руководителя, чем-то я должен руководить. Так вы должны руководить как минимум умением работы в команде. И, конечно же, это плоскость работы в интеграции. Поэтому здесь слово проект, он рассматривается не мы, сотрудники библиотеки, собрались и что-то будем делать, а мы команда А, связанная там. Если вы в районной библиотеке работаете, значит, у вас в команде будет и глава поселения, и главный бухгалтер вашей администрации, и директор музыкальной школы, и вы. Может быть, просто в данном случае даже не управляющее лицо этой библиотеки, а просто член команды. Вот об этих проектах мы можем сегодня транслировать опыт. И этот опыт точек кипения агентства стратегических инициатив очень сильно будет говорить, как песочницы работают, и их можно применять в этой практике. В блоке, ну, я немножко так проанонсирую, да, информационного патентного поиска, конечно, мы будем в большей степени говорить про мониторинг вообще вторичной информации, да, изучая, например, ну, не знаю, вот здесь вот мне просто попался, Ханты-Мансийск, да, так вот, Ханты-Мансийский регион, что мы можем предложить, какие виды и направления деятельности у вас будут развиваться, вы как хозяйствующий субъект в развитии экономики региона, на что можете обратить внимание? Конечно, на потенциал развития нефтегазовой структуры, да, за счет чего, за счет каких дополнительных привлеченных средств вы можете транслировать. Вы будете очень четко говорить, что на основе патентного поиска, а это как раз умеют библиографы, да, востребованным будут ресурсы в области следующих научных исследований, и вы предлагаете эти научные исследования, потому что вы в данном случае диктуете на основе полученных данных, на основе предварительного информационного и патентного поиска, а что будет востребовано. Это вот, помните, по Гурдукаловой, да, зона А, зона Б и зона С, то есть зона ядра востребованных и актуальных журналов, да, что мы читаем и что будет востребовано, и все дальше отдаляется от орбиты ядра. Поэтому, если это все дальше и больше удаляется, значит, это темы затухающие, они не приносящие интерес для развития, и, соответственно, экономика региона здесь расти не будет. То есть это как раз говорит о том, что вот на таких строксессиях, да, круглых столах, дискуссионных площадках, как бы мы там их ни назвали, форумы, еще там какие-то красивые слова, мы в любом случае опять же будем договариваться, да, и уже запрос будет именно в посыле библиографа, как он разложит, как он отмониторит и визуализирует, то будет ставка на развитие региона в том числе. Поэтому вот этот блок мы тоже постараемся показать, как на практике можно это увидеть, работу. я уже говорила про сопровождение ученых, это вообще больная тема, ее много можно о ней говорить, и говорить о том, что, ну, нет этого сопровождения как такового, да, конечно, мы там не закрываем ни Ири, ни Дор всю эту ситуацию, а мы здесь опять не понимаем, что мы друг к другу, ну, в данном случае, как мы интегрируемся, и уже, наверное, лет 7 на поверхности лежит подготовка сетевых продуктов, сетевых образовательных продуктов, да, как бы мы их ни транслировали в разных вузах, тем не менее преподаватели либо готовят их одни вручную, либо, б, библиотекарю делают что-то, но в данном случае это как-то мало интегрируется с тем компонентом в виде продукта, который хотел бы увидеть заказчик. И я здесь сейчас попытаюсь, ну, наверное, на примерах показать, да, ну, предположим, что здесь может библиограф, ну, прежде всего, конечно, вторичную информацию предоставить, то есть это обзор литературы, но, как вы понимаете, библиограф, обзор литературы, если он построит на поверхностном изучении, то есть построит только на доступе к учебникам, к учебным пособиям, как библиографическим сведениям, толку-то никакого не будет. Это не перелопатит преподаватель, и он не сможет это вынести в краткую презентацию или в видеолекцию 15 минут на Ютубе. Это ему еще тоже нужно дополнительно ораторское искусство подключить. Ему в данном случае очень необходим материал исследовательского характера, но переложен через визуализацию в трансляции доступного материала с точки зрения которого он сам популярно переведет уже в данном случае на этой конструкции. Так вот, вот это информационное сопровождение, оно зачастую очень несет такой, ну, где-то с информационным шумом соблюдается. А этого, по сути, не должно быть. Мы здесь именно как научные продюсеры должны выступать в этой работе. Мы помогаем, а, но не списком литературы и даже не дайджестом, в чем Челябинск очень красиво преуспел в подготовке, да. Мы больше, наверное, говорим про контент. А. Достоверный. Б. Актуальный и проверенный. Да. И В. Обработанный. Опять ссылаясь на Гордукалову. Именно она говорила, что в ближайшее время, а это были ее издания 90-х годов, если я не ошибаюсь, 92-го года, у Галины Феофановны одно из последних изданий было по информационным ресурсам в области экономики, о том, что востребованы будут именно аналитические материалы. Так вот, если мы все-таки выйдем на аналитический материал, на визуализированный, то вот это надо, очень надо. В этом как-то я по-простому вам попыталась здесь и сейчас объяснить. Ну и, конечно же, объекты интеллектуальной собственности. Я приводила пример практики работы с юристами в области интеллектуальной собственности, которые ссылаются, да, на увеличение доли как раз судебных исков, уже на отстаивание интересов, и это переходит как раз в какую плоскость? Это как раз переходит в условия сопровождения судебного дела, где нарушены права. А, в товарных знаках, ну, в патентах, наверное, здесь мы говорим уже о крупных, да, предприятиях, но это растет, особенно в условиях импортозамещения. У малого-среднего бизнеса товарные знаки, а, либо вообще отсутствуют, где мы можем им в данном случае через консультационные консалдинговые услуги оказывать, да, эту часть. Во-вторых, либо они выполнены на условиях формирования товарного знака, но без патентного поиска предварительного. И тогда какое-то время предприятие неплохо вроде как работает, но почему-то потом, через, как правило, 3-5 лет бренд начинает функционировать, что-то с ним происходит не так, и руководство видит, что у них в данном случае товарный знак либо не был защищен, либо был кем-то заинствован, а хуже, если был еще отрисован кем-то, кто его сейчас претендует к себе забрать. В это растет зона судебных исков в части медиапространства. То есть это как раз работа социальными сетями. И здесь, конечно, вот эта вот компетенция, умение предвидеть риски, особенно репутационные, у компаний, которые действительно должны соблюдать эти репутационные и издержки в том числе. Конечно, как раз это вот доля и характер работы современного библиографа. По мировому рынку информационных ресурсов, я уже сказала, это в компетенции знания работы с языками. И здесь Наталья Редькина будет очень большую долю говорить топовых ресурсов. Какие сегодня есть крупнейшие системы-агрегаторы научной информации. Как сегодня с этой информацией структурно можно включать, а где это включать. Прежде всего, это на кого мы рассчитываем. Так вот, это прежде всего для подготовки студентов, магистрантов по написанию магистрской работы. Вот эта уникальность контента, где ее искать, вот это как раз говорит о том, что это сегодня будет ложиться в плоскости подготовки научного текста в том числе. Поэтому, когда речь заходит о подготовке технологии написания научного текста, то это концептуально по-другому сегодня будет происходить. Это как раз на базовых компетенциях библиографа. Мы не компилируем здесь литературу. Я немножко забегу вперед и покажу, как это. А мы готовим совсем информацию в другой конструкции. Мы ее собираем изначально в другой технологической цепочке, не только обобщая опыт отечественной и зарубежной литературы, но и проводим сами социологические исследования и закладываем их в свою конструкцию, то есть статьи, ну или любого научного продукта, диссертации, статьи, выступления с докладом на конференции. И понимаем, что это будет выше оценено, тем более, что сегодня это через систему антиплагиат проходит, чем компиляция текста. Мы ожидаем вас совсем скоро. Наш курс рассчитан в мае-июне. Мы думаем, что вы к нам придете в ближайшее время, потому что этот курс рождался задолго до того, как проходит этот вебинар. Мы предполагали и собирали картину запросов. Мы понимали, что в карте компетенции это возникает на уровне обратной связи от Ларисы Сулеймановой в Иркутске, от форсайт-сессии, что вот тот тип специалиста, который я сейчас вам показала, в матрице, он действительно имеет право на рынке труда, будет востребован и конкурентно способен. Пожалуйста, с удовольствием ответить на ваши вопросы, тем более я так подразумеваю, что здесь у нас можно сейчас подключиться к прямому эфиру, и я бы с удовольствием вас выслушала, коллеги. Как вы живете? Что у вас происходит? Сколько вас осталось в библиотеках? Чем вы сейчас дышите и занимаетесь? Какая у вас вообще прогнозируется ситуация? Вот, пожалуйста, будьте добры, дайте обратную связь, правильно ли мы двигаемся в вашу сторону, то есть когда мы выстраиваем свою навигацию, мы понимаем, что это будет вот своевременно. Если у вас есть эти обратные связи, рефлексии, то я вам буду крайне признательна. Пожалуйста, да, спасибо, а директ-медиа вы пишете, что можно обращаться в виде письменного обращения в чатике, а Татьяна мне поможет, да, где, если я вопросы эти вдруг не вижу. Я бы с удовольствием тут увидела всех вас и так признательна за географию. Вижу здесь и Орел, и Липецк, и Самару, и Иваново, и Шкар-Алу. Прекрасные впечатления, конечно же, от северных регионов. Это Югра, Ханты-Мансийск. Это с удовольствием присоединился к нам Юг России, Ростов. Это и Украина, Донецкий медицинский, да, коллеги с Нижнего Новгорода, здорово. Практически нет повторяющихся регионов, все вы разные, и Перемь. Елена Владимировна, вот такой момент был у нас вопрос от Раисы Наумовой чуть выше в течение. Применимо ли, я так понимаю, и мали вот это все хорошее в рамках массовой библиотеки? Да, в том-то и дело, что когда я говорила о проблеме коммуникации, да, вот эти коммуникативные технологии, о чем писал нам и говорил Песков, что они будут только увеличиваться, именно территория массовой библиотеки, ну, сейчас этого термина нет, сельской библиотеки, районной библиотеки, небольшой библиотеки, как бы мы ее ни назвали, библиотеки-поселения, она становится площадкой притяжения профессиональных сообществ. Именно вы можете собирать обратную связь от уровня запросов, как необходимо сегодня соединить, давайте я вам уже попытаюсь сейчас через такие конструкции, нетерминологические, да, сложные, соединить интересы в районе, на развитие вашего района, да, это прежде всего не только какой-то конкретный спектр, да, там, ну, условно, вам стоит задача, там, бороться, не знаю, с какой-то, там, ну, не знаю, там, условно какой-то наркоманией, там, да, любят эти библиотеки все время поднимать, нет, здесь в большей степени идет переориентир на развитие и поддержку, а, например, малого и среднего бизнеса, фермерского хозяйства, да, что вы им сегодня можете предложить? Вы можете как раз стать площадкой по реализации задач по наращиванию этого компонента, по привлечению инвестиций, через мониторинг данных, да, в данном случае, конечно, я понимаю, что у вас там, какие подключенные системы, да никаких вы там только можете подключаться через бесплатные ресурсы, и это как раз говорит о том, что вы, приобретая этот опыт мониторинга и переговоров, как раз выступаете той площадкой, которая становится площадкой коммуникации. Начните с этого. Если я ответила на вопрос. Еще, коллеги, вопросы, пожалуйста. Здесь, скорее, не вопрос, а от Светланы Валитовой такой комментарий. Школьная библиотека переживает время трансформации из библиотеки в пункт выдачи учебников. И от Маргариты Фомичевой и Галины Котелевской. Донецк наш. Донецк наш, коллеги, безусловно. Мы с вами, вы с нами. Если вдруг была какая-то оговорка, не принимайте близко к сердцу. Так, и вот про школьные библиотеки. И от Марины Белозеровой был вопрос. Сегодня на руководящие должности библиотек приходят без специального образования. Первое, что они хотят сделать, так это сократить ставку библиографа. Так, пошло на болевшую. Ну, хорошо. Давайте начну, наверное, со школьных библиотек. Смотрите, школьная библиотека, конечно, это очень маленький штат сотрудников. Здесь, наверное, я не ошибусь, если буду права, что это один-два человека. И в тех новых школах, которые открываются свыше двух с половиной тысяч школьников, это уже полноценный штат, где включены по большому счету библиотекари, педагоги. Так вот, здесь, если смотреть на этот функционал, то в рамках библиографа 5D, конечно, я здесь не смогла в вебинаре это все показать, там есть целая карта компетенций. И там очень хорошо расписано, что это не только функция аналитической деятельности, да, это вот перейдем ко второму вопросу, сократить надо библиографов, их и так уже нет, да. Это как раз идет о продюсировании. Это часть информационного продюсирования, где мы четко понимаем, что это не кружковая никакая там работа, да, там, в ваш спектр. Это как раз по формированию задач, которых можно реализовывать с помощью сегодня образовательных технологий. Здесь я буду больше, наверное, говорить о том, что это модерационная деятельность, модерация групповой работы, это формирование видов деятельностных, направленных на подготовительный этап в решении научно-исследовательской деятельности школьников. Это предпубликационный этап, что мы читаем и как мы излагаем. И поэтому это все базируется в рамках конструкции, компетенции библиографа 5D. Но у него есть отдельный спектр направления, как информационный продюсер. Поэтому это очень хорошо ложится в плоскость школьных библиотек. И так же, как и массовых библиотек в районах, это как раз формирование тех мероприятий, тех форм деятельности. Ну, наверное, здесь слово мероприятие, они будут включаться в форматы и модерацию групповой работы. Именно за счет формирования повестки вашего региона, вашего района, ваших задач, которые у вас стоят. Смотрите, вот сейчас, наверное, вы обратили внимание, почему гранты, во-первых, так активны, да, а во-вторых, почему они очень так насыщены и требовательны к календарному плану. И если у вас раньше, предположим, мы в оценках грантовых заявок только смотрели там организации проведения там чего-то одного, да, то сейчас это вообще не рассматривается. Сейчас смотрят, какой эффект приведет, какому эффекту, да, это приведет. И если это кардинально прокачает, кардинально поменяет, даже в этих условиях за короткий период вашей проектной деятельности, изменения произойдут качественные, да, не в показателях, чтобы там охватили тысячу один человек, провели 334 мероприятия, зачем проводили, кому проводили, на кого рассчитывали, как проводили там с целевой аудиторией, без, и на кого вы рассчитывали эти влияния. И вот от того, как вы правильно выберете целевую аудиторию, попадете в их боли, вот это будет залогом вашей вообще продуктивности на следующем этапе. Поэтому и в школьной библиотеке, и в районной библиотеке, конечно, этот спектр работ переворачиваем, да, с точки зрения, на кого рассчитывать, не просто мы это делаем, а на кого рассчитываем, для кого, и какой эффект, на какой эффект мы рассчитываем в данном случае, на какой произойдет качественный скачок в изменениях. Здесь не столько влияет количество, сколько именно качество. И если возвращаясь к количеству, почему я сказала, что сейчас календарные планы очень сильно вяжутся с бюджетами в заявках рантовых, только потому, что на кого вы рассчитываете, какую целевую аудиторию вы хотите обработать. И поэтому, чем уже вы ее берете, эту целевую аудиторию, чем вы четче попадаете в их глубину повестки задач, тем ярче будет ваша деятельность здесь. Пусть будет даже если это один человек. Второй вопрос, да, сократить хотят библиографов. Ну, по последним данным, Юлия Владимировна Кушул из Челябинска, большой ей привет через коллег из Челябинской академии. Исследование, которое она проводит в рамках задач Российской библиотечной ассоциации, ее подразделения, то их и так-то немного, да, то есть когда мы пытались проводить анкетирование, мы и так поняли, что там от одного до трех человек. Пусть даже будет не совсем, наверное, даже правильно вот это штатное расписание, да, там библиограф первой категории, библиограф второй категории, то есть, но мы говорим о пересборке функционала. Вообще, я, наверное, склонна сказать, что библиотекарей много, я их сама сокращала, прекрасно понимаю, что значит сократить человека ответственно, но с другой стороны, пересобрать его функционал, вот это еще сложнее. А если это еще и построить на матрице интеграции, заложить и сформировать так компетенции, чтобы они заходили друг на друга, то это еще сложнее, как руководителю. И вот в этой части я, наверное, могу сказать, что сокращение – это еще не изменение. Сокращение в данном случае – это, ну, некоторая часть какой-то, так скажем, единицы в ресурсах, опять же, в человекоресурсах. Мы же сейчас больше говорили о пересборке функционала, о формировании бизнес-процессов, о формировании направления работы, за которые будут отвечать те люди, которые представляют сейчас библиотечное сообщество. Поэтому, когда мне говорят, библиотека сейчас так и так сокращает, да и, наверное, это естественные процессы, поскольку мы прекрасно оцениваем, что здесь и старение кадров А, и В не приходят, потому что мы все эти причины знаем, но и В мы, к сожалению, не учимся тому, что требует общество. И я вам начала вебинар с этой темы. Было возможно в 2010 году взять очень крупное подразделение, с которыми вы сейчас бы не конкурировали, а союзничали, да, то есть это отошло научным подразделениям по участию в публикационной активности. И, конечно, этот функционал, у кого вырос, те, собственно, себя более уверенно чувствуют, чем кто отказался. Если я ответила. Еще вопросы? Видимо, ответила, раз мне пишут спасибо. Так, хорошо. Буду вам признательна за обратную связь. Собственно говоря, мой опыт модератора говорит о том, что всегда должна быть разумная, критикующая сторона и те смыслы, с которыми вы выходите сегодня из этой студии. Поэтому я вас призываю буквально поработать с одной ассоциацией, с которой вы запомнили, с чем у нас сегодня связывалась наша тема. Если вы мне напишите даже по одному слову, что у вас осталось в памяти, я буду расценивать, что это те смыслы, которые вы для себя расставили. Поэтому, уважаемые коллеги, я вас попрошу, дайте обратную связь. Насколько эта история вам откликается, близка она ли вам? Не по части плюсик поставить, да, близка или нет, далека, а именно что откликается. Если вы согласны с чем-то, то напишите, в чем это согласие. Если вы в данном случае готовы критиковать, я наоборот буду только вам признательна, потому что это тоже право. И в работе как модератор, именно здесь я сейчас выступаю в этой роли, то мне бы очень хотелось понимать, насколько это сегодня востребовано той аудиторией, с которой я сегодня столкнулась. И я буду в конце говорить слова благодарности Директ Медиа, кто сегодня комфортные условия создает для работы с такой целевой аудиторией. Я прекрасно оцениваю целевую аудиторию, которая по функционалу. Это моя родная стихия, это мои профессиональные компетенции. Здесь я вижу. Поэтому, конечно, мне будет очень приятно, если вы мне напишите и дадите обратную связь. Карта понравилась. Так, да, Елена, я согласна, за границей работают так библиографы. Да, именно таким образом, когда мы работали с компанией Скопус, именно так и происходит. Именно библиотекари, там аналитики, потому что их не надо ничему переучивать, они, как рыба в воде, умеют работать с ключевыми словами, умеют работать с глоссариями, знают, что такое справочники, как составить предметно-языковую базу. Совершенно верно. Перезагрузка понравилась, да, библиографа. Тема актуальная. Ну, я рада, если я была вам полезна. Спасибо за обратную связь. Пишите, пишите. Слово «коммуникация». Так, более скажу, да, что будет дефицит коммуникационных технологий, коммуникативных, простите, технологий, поэтому учиться вести коммуникации, настраивать коммуникации, организовывать научные коммуникации, это все спектр деятельности нас с вами. Поэтому спасибо вам большое. С вами была Елена Тесля. Всегда на связи, пишите. Я, собственно, всегда открыта для новых экспериментов. И если вы мне доверите прокачать вашу библиотеку, то я с удовольствием это сделаю. Спасибо. 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 Спасибо.